Приветствую вас, и вспыльчивость, вспыльчивость сама по себе свидетельствует о наличии сразу нескольких проблем. Первая проблема, это игнорирование и невыражение своих чувств. Второе, это чувство угрозы, чувство опасности и, соответственно, вспыльчивость как проявление агрессии, то есть защита. Соответственно, опасность проявляется в неустойчивости ваших представлений о себе и о мире. Сюда можно поместить, как, например, личные границы, устойчивость вашего мнения о себе и о других. Уверенность в себе и, так сказать, ощущение реализованности, ощущение правильности того пути, по которому вы идете. Дальше, дальше, то, что касается, то, что касается, значит, первой проблемы, подавления своих чувств, то здесь, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь история связана с тем, что вы склонны игнорировать, игнорировать свои чувства, игнорировать свои переживания, может быть, даже корить себя за них, не позволять себе их проявлять, ну или как-то так. Вот, и, естественно, эмоции накапливаются, они не выражаются, они не отреагируются, и из-за этого вы рано или поздно взрываетесь и в итоге проявляете вот эту вот неуравновешенность. Можно считать, что у вас заниженный эмоциональный интеллект. То есть, это не классический интеллект, как вы могли бы подумать, да? Нет, это не классический интеллект, это именно интеллект эмоциональный. То есть, интеллект связанный с распознаванием своих чувств, распознаванием своих эмоций, распознаванием своих желаний, и, соответственно, их, ну, обыглавным обреагированием. Это вот то, что можно назвать в качестве причин, по которым вы испытываете вот эти самые проблемы, которые у вас есть. Вот, ну и, соответственно, что можно порекомендовать в первую очередь? В первую очередь можно порекомендовать поработать немножечко с чувствами, да? То есть, поинспектировать, возможно, свои чувства, да? То есть, ну, что это за чувства такие у вас? Что они из себя представляют, эти чувства? Почему вы их подавляете себе? Значит, какие есть к тому основания, чтобы подавлять свои чувства? Вот, откуда вы это узнали, что эти чувства нужно подавлять? Вот, и аргументы. И, соответственно, далее можно будет подумать о том, как их правильно выразить. Вот, эти чувства. Ваши чувства. Я бы рекомендовал почитать книгу Федрика Первого, для того, чтобы вы получили представление о своих чувствах лучше, чтобы вы просто лучше в них разбирались. Возможно, вам будет проще, легче, удобнее работать с этими чувствами. Вот, в таком, ну, в таком случае. Для вас это будет более, наверное, полезно. Ну, именно в вашем случае. Вот. И, соответственно, вот, как бы, нужен тщательный анализ, тщательно исследовать то, что у вас произошло в браке. Вот. Понимаете? Променализировать отношения вашей с супругой. Вот. Потому что это тоже очень важный момент. Вот. И, соответственно, уже после этого вы сможете лучше понимать, что происходит и почему. Вот. Ну, ключевые аспекты именно такие. Вот. Отдельного внимания заслуживает пункт, с какого момента вы запутались в себе, с какого момента вы почувствовали проблему и для чего вы хотите сохранить брак. А также, хочет ли сохранить брак ваша супруга. Это тоже очень важно. Вот. Ну и в вопросах семьи лучше, конечно, консультироваться вдвоем. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за внимание.